О жизни вынужденных переселенцев с Украины рассказали ньюсмейкеры на пресс-конференции в агентстве Интерфакс. Одна из приоритетных задач перед началом учебного года – обеспечить детей местами в школах, а студентов в учреждениях среднего образования и вузах. 30 человек с 1 сентября будут учиться в государственном университете, как иностранные граждане. Все обеспечены местами в общежитиях. В районах, где размещены беженцы, проблем с детскими садами также нет. 103 ребенка отправятся в школу. Бесплатными учебниками детей обеспечат. Приобрести школьную форму помогут спонсоры. Рекомендовано всем школам в первые дни учебного года провести некую аттестацию, для того, чтобы определить уровень знаний детей. Я не скрываю, что для отдельных ребят, прибывших с Украины, изучение русского языка будет преподаваться как языка иностранного. Педагоги Ивановских школ, которые примут на обучение украинцев, пройдут курс повышения квалификации. Методики обучения иностранных граждан проработаны и успешно применяются в 18-й школе областного центра. Главной задачей остается трудоустройство граждан. Из 1122 вынужденных переселенцев заявление на получение статуса «Временное убежище», а соответственно и право на трудовую деятельность, подали 996 человек. 122 из них уже трудоустроены. В центре занятости 15,5 тысяч вакансий. Только 535 из них с предоставлением жилья. В 80% случаев это комната в общежитии для одиноких людей. Большинство таких вакансий предоставляется в сельской местности. Это и швея, это и продавец, и парикмахер, и повар, и кондитер, и медицинские сестры, и фельдшеры. Всевозможные. И деревообработка. Это вот у нас, я просто называю, те профессии, по каким уже люди трудоустроены. Трудности есть в законодательстве, в части уплаты налога подоходного. Мы с вами платим 13%. Иностранные граждане платят в течение 183 дней пребывания на территории 30%. Встречаются среди вынужденных переселенцев и те, кто не хочет работать. Те, кого не устраивает заработная плата. На их счет с Федерацией будет проработан вопрос о введении временных ограничений на проживание в пунктах размещения. У чиновников есть все основания предполагать, что поток украинцев в регион в ближайшее время не ослабеет. 30 августа бортом МЧС прибудут еще 140 человек. Разговоры с нашими коллегами в Ростове, в общем-то, они сегодня говорят в пользу того, что квота, по всей видимости, будет увеличена. Хотя, еще раз говорю, правительственных документов по увеличению квоты их пока нет. Но, судя по тому, что расчеты велись, что ежедневно границу Украины-России будут пересекать на территории Ростовской области порядка 3 тысяч человек, сегодня превышено вдвое. В осенне-зимний период беженцев примут три санаторно-оздоровительные базы. Игнатовская в Фурмановском районе, база Ламы и корпуса лагеря «Строитель». Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Мария Семиволков, у нас востребованность.